Я расскажу о наблюдаемых свойствах космических лучей и их возможных источников. Наверное, прежде всего следует сказать, что космические лучи подразделяют на галактические, внегалактические, но есть еще солнечные космические лучи, которые к нам приходят от Солнца. И также есть еще аномальные, которые генерируются на границе гелиосферы. Но данный семинар будет посвящен основным галактическим и внегалактическим лучам. А что касается солнечных и аномальных, они в диапазоне меньше непорядка гео-стронбольта. 10-6. Проходят до 10-6, но они на общем фоне уже низкие. Сначала я расскажу про галактические и космические лучи. База теоретического описания, их теоретическое описание, была заложена еще Гинсбургом в 60-х годах. И тогда еще даже шел спор о том, какая часть, основная масса космических лучей является галактическим или внегалактическим, имеет галактическое или внегалактическое происхождение. И вот Гинсбург доказал то, что они имеют, во-первых, галактическое происхождение, во-вторых, предложил в качестве источника космических лучей это взрывы сверхновых. И также было предположено, что их распространение от источников к Земле происходит путем диффузии в межзвездных магнитных полях. Здесь представлен график наблюдений в радиодиапазоне. Здесь рентген в различных обсерваториях, которые измеряли излучение в остатках сверхновых. И именно фотоны. Да, фотоны. И данные наблюдения свидетельствуют как раз о наличии высокоэнергетичных частиц. Причем, например, области рентгеновского диапазона, они очень локализованы за ударной волной сверхновой. Что свидетельствует как раз об ускорении частицы под действием этой ударной волны. Также в дальнейшем было выяснено то, что в ускорении в ударной волне нельзя рассматривать частицу как отдельную, движущуюся под воздействием, ну, ускоряющуюся просто под воздействием этой ударной волны. Надо было учитывать то, что зарядных частиц там довольно-таки много. Ну, собственно говоря, сколько их мы можем померить, вот наблюдая. И там развиваются неустойчивости, в результате которых движение частиц увеличивает магнитное поле. И благодаря этому процесс ускорения становится еще более эффективным. И вот это вот было как раз взяло где-то в 70-х, 80-х годах. Ну, вот, то есть как раз вот в зависимости механизма ускорения от магнитной жесткости. Магнитная жесткость – это просто энергия, деленная на заряд. Энергия частицы, деленная на заряд. Здесь представлен спектр космических лучей. Ну, вот на левой картинке это просто измерение частиц от энергии. На правой картинке немного более удобный масштаб, благодаря которому видны некоторые особенности. Ну, все-таки, с другой вертикальной, то есть, что меряют спектр. Спектр – это что такое? В каких единицах? Вот, написано, загорит. Поток частиц на… Там обрезанное угло, да? Ну, там поток частиц на угловой размер, на единицу площади. И на энергии. Интересный угол еще, да. Угловый размер? Да. Вот. Ну, желтым обозначена область, в которой оказывается довольно существенное влияние солнечный, космический, солнечный ветер. Вот, дождь привалирует. Да, привалирует. И, наверное, меньше одного ГЭЛа, солнечный ветер привалирует. И представлена вот общая степенная зависимость, ну, припрямая линия, такая общая степенная зависимость степенью минуса на 2,7. Ну, вот на правом графике заметно то, что при энергиях порядка 10-15, здесь существует изгиб, то есть, там изменяется, вот, то есть, вот, где-то здесь происходит изменение характера, степенного характера, то есть, одна степень изменяется на другую. И этот степенной закон сохраняется. Сзади не очень видно, что правая кривая, это та же самая, что левый кусочек, но умноженный на энергию в кубе. Да, на энергию в кубе, и... Было заметнее. Слышно, что делать, да. Нет, если левую клевую умножить на энергию в кубе... Ну, да. Просто, чтобы было заметно, что не резкое спадание, а, фактически, если бы зависимость была кубической везде, то это была бы константа горизонтальная. А здесь видно, что вот эта горизонтальная константа только вот на небольшом участке энергии, а до этого зависимость здесь в степени, как Павел сказал, в минус 2,7. Какой-то большой разброс, который при больших энергиях возникает, он означает что? Там плохо померено, и там сложно что-ли поговорить? Да, но я про это еще скажу немного. Ну, то есть, ну, вот как видно, здесь есть вот особенность, связанная вот с этим переходом. Она как раз обусловлена тем, что у нас, как и было сказано, у нас механизм ускорения зависит от магнитной жесткости, и, в частности, просто максимальная энергия, до которой могут быть ускорены протоны и более тяжелые элементы, они как раз пропорциональны от заряда. И, соответственно, протоны могут быть ускорены только до энергии 5 на 10 в 14-й, 4 на 10 в 15-й, а железо, соответственно, до, ну, множество там на 25, получается 10 в 17-й. Ну, откуда-то? Кровод на высоких энергиях, там, вот, развод большой, снискою, да? Да. Давайте сейчас, Павел, скажешь, а вот здесь откуда-то, почему заряд такая зависимость? Объясните, поясните, почему это так? Ну, просто вот, даже если взять характерную энергию, которую поле набирает в, частицы набирает в магнитном поле, то есть, если просто силу Лоренца записать, там будет выражение для силу Лоренца Q на V на C на B, энергия, это у нас будет... Ну, понятно, да, просто из-за зависимости, если заряд там будет. Да, в левой части, фактически, там изменение импульса, его можно, так сказать, там, расписать, ну, просто даже вот если взять, как, ускорить, он, движение по кругу, изменение импульса, это В квадратная будет, то есть, ускорение, а в правой части будет... И у нас просто, так, здесь еще и масса, просто вот у нас скорость сократится. Это, собственно говоря, называется просто критерий Хилла, для которого вообще, ну, максимальное ограничение... На энергию, которую... Не Хилл, Хиллос. Хилл, Хиллос. Вот. Который просто показывает, какая максимальная энергия может быть приобретена частицей с зарядом Q в источнике с характерным полем B и характерный размер, которого порядка A. Да, потому что это... Да, потому что это не просто является... Не просто является... Гирорадиус становится порядка размера источника, потому что дальше точно ему не набрать. Если больше, то не узнаем, просто не узнаем из источника. Дальше вот еще видна особенность... Вот провал на энергиях порядка 10-18-19 лет. Он объясняется... Ну, есть два варианта объяснения. Либо это переход от галактических к внегалактическим лучам. Ну, и также есть еще объяснение, связанное с тем, что просто вне галактические лучи, они распространяются уже при таких энергиях, рождают электронно-позитронные пары. Таким образом, именно вот в данных энергиях наблюдается провал. При больших энергиях видно то, что идет большой разброс. Ну, это просто говорит о том, что у нас статистика очень маленькая, поскольку концентрация столь высокоэнергетичных частиц очень большая, концентрация столь энергетичных частиц очень мала. Там порядка на один километр квадратный прилетает одна частица в 100 лет. И поэтому, ну, соответственно, для регистрации таких частиц надо строить очень большие площади, чтобы у детекторов были очень большие площади. Ну, в которой сам последний лабораторий АЖ. У нее площадь порядка 3000 километров. Квадратных? Да, квадратных километров. Ну, Тань, у них более-менее должна набираться хорошая статистика. По всей предыдущей они были там на порядке меньше, и поэтому там единицы, в общем, десятки измерений сумеют провести. Поэтому такой большой разброс. Ну, к тому же еще здесь есть проблема, связанная с тем, что измерения проводятся наземными детекторами, которые, в общем-то, регистрируют только атмосферные ливни. Ну, и так скажем, информацию из них пока очень сильно модели зависимы. Ну, и, то есть, неоднозначно определяют. Нельзя точно определить по характерам ливня характеры, параметры начальной частицы первичного космического луча. На то, когда энергии 10-20, там сложные квантовоэкономические процессы увлекаются. И когда вот, если водная частица протон, скажем, развалилась на миллиарды других частиц при сосновении с атомом азоту, например, то по характеру этого ливня сейчас примерно точно соценивается 50% определения энергии. То есть, 10-20 и 2 на 10-20 могут различить, а вот там 1,5 на 10-20, а 10-20 уже не могут. Эта точность возникает не из самих измерений, а из неточности теоретических анализа вот этого всего ливня. Обратная задача. Да, обратная задача решается пока не точно с такой, но это большой успех, потому что раньше и этого не могли как-то делать. Причем на разных установках, но об этом может Павел еще, если кто-нибудь скажет, разные калибровки используются, и из-за этого еще разные установки между собой немножко не сходятся. И как раз вот там несколько лет назад были посвящены конференции именно тому, чтобы совместить, то есть вот систематические ошибки просто подогнать, грубо говоря, одну установку под другие. И там, то есть, у меня, правда, нет этой картинки, но... Здесь представлено вот как раз то, о чем я говорил, то есть максимальная энергия ускорения протонов, она порядка вот 10 в 15-й, там 5 на 10 в 15-й, а железо на нижней графе вот протоны, а железо вот максимум гораздо дальше, то есть вот до 10 в 17-й идет электрон-вольт. Вот, и просувированный суммарный дождь. Не волнит, не волнит, не волнит, не волнит. Можно сказать то, что сейчас в наблюдениях используется довольно-таки много различных изотопов, стабильных, радиоактивных, которые измеряют порядка сотни их. Основную массу, конечно, составляют протоны, порядка 90%. Там раз в 10 меньше составляют ядра гелия, ну и еще меньше ядра тяжелых элементов. И также очень мало наблюдается протонов, электронов и позитронов, поскольку они при распространении, значит, ну, сильно излучают синхронное излучение и, ну, просто не доходят. Также еще можно сказать то, что в космических лучах наблюдается довольно-таки большое содержание таких элементов, как, ну, большое в сравнении с, наверное, с общим содержанием там во Вселенной. Большое содержание от муклития, бериллия, бора. И это объясняется только космическими лучами, потому что из самих звезд они выходить не могут, они разрушаются. И они, их наличие объясняется просто распадом более тяжелых элементов в процессе распространения источника глибны. На данном графике вот как раз в черной линии представлен вот этот критерий Хилла, о котором уже было сказано. И здесь просто приведены различные возможные источники. Проводится анализ возможных источников уже вне галактических космических лучей. А галактические считаются установлены, что это сверхновые. Больше нет никакого мощного источника генерации этих лучей. Ну, да, было сказано, что железо ускоряется до 10-17. И все вроде бы как. Ну, так же, по-моему, есть еще. В галактические очереди они только после взрыва как бы некоторыми рассуществляются. Потому что взрывы, допустим, в галактике происходят раз несколько срезов. И так же часть. Ну, в модели, вот, на самом деле, это удивительно немного. Потому что в нашей галактике давно не было взрыва сверхновых. А вообще в модели, вот, у Гинсбурга, там рассматривалась вероятность взрыва сверхновых раз в 30 лет. Это типично по многим галактикам. Но на самом деле, вот, в ответ на ваш вопрос, после взрыва одной сверхновой космические лучи с энергией меньше, скажем, 10-15, электронов вольт, они очень долго живут в галактике. Пока они дефундируют за пределы галактики, проходят миллионы лет. И поэтому за это время заведомо сворвутся еще там тысячи сверхновых. И поэтому эта сумма спички лучей создана тысячами сверхновых. Они все перемешиваются. И то, что мы наблюдаем, это общий интеграл от всех сверхновых. А от ближних к нам сверхновых, если бы был такой, был бы небольшой какой-нибудь особенный спектр. И такие особенности обсуждаются, но никто близлежащих сверхновых не видел. И вот когда что-то не могут объяснить в космических лучах, они говорят, а, это здесь рядом сверхновая взорвалась, и она вот тут этот горф какой-нибудь спектр или особенности энергострофии создала. Это типичный способ, так сказать, свалить на ближайшие сверхновые, которые никто не видел, но которые могло бы быть наше непонимание четко. Так, ну, более темными областями рассмотрены различные, то есть, возможные механизмы. Более светлые – это ограничения, даваемые изгибным излучением. Более темные – это синхротронные излучения ограничения. А вот эти области, они учитывают оба этих ограничения, но в том числе, если верхние области, они предусматривают только ускорение, так скажем, разовое, то вот здесь вот как раз предусмотрена возможность ускорения на ударных волнах, когда происходит диффузия, там, например, частицы несколько раз проходят через границу этой ударной волны, и вот так вот постепенно-постепенно набирают энергию. Ну, сейчас, насколько я знаю, основными источниками считаются, возможными источниками считаются взрывы. Ну, во-первых, активные ядра галактик и вот гамма-всплески. Ну, здесь вот более, в более крупном масштабе просто представлены данные вот по высокоэнергетичным частицам. Это данная обсерватория АЖ. Вот показано то, что просто до недавних времен, в общем-то, даже шел спор, а на лит, существует ли вот завал на больших энергиях. И вот, в общем-то, только лаборатория АЖ показала то, что этот завал вроде как существует. На более ранних, более ранние наблюдения давали даже то, что там идет повышение. Но там были, конечно, еще большие погрешности. Вот здесь как раз представлены на верхней и левой картинке широкий атмосферный ливень, который появляется в результате попадания первичного космического луча в атмосферу. Там происходит рождение, ну, и происходит его столкновение с атомами атмосферы, рождение электронов, козитронов, фотонов, ионы в том числе там рождаются. Ну, а прежде всего, пионы разные, как он не распадает. Ну, да, пионы. Ну, в том числе, вот, да, еще черенковское излучение доходит до земли. Можно сказать то, что вот центральная часть широкого атмосферного ливня, там, где присутствуют как раз электронные позитроны, она изучает с помощью флюористы, но она флюористырует, и ее можно изучать при помощи телескопа, который измеряет фотоны. А она флюористырует, на самом деле, не сами эти, конечно, электронные позитроны, а флюористырует возбужденные ими атомы азота по всей трассе. А до земли в большинстве случаев доходят только мионы, как я понимаю. Ну, неправильно? Ну, часть электронов тоже есть, но уже низких энергий. Ну, да. А вот именно вот эти мионы, они детектируются наземными решетками. А широким он называется потому, что вот сверху он начался отыскать с одного атома, скажем, протона и атомы азота, а кончается областью размера порядка нескольких квадратных километров. Вот. Высота вот всего этого взгляда? Вплоть до земли. В верхней атмосфере он может начинаться на высотах, там, 50, например, километров. И все, вот этот, весь масштаб, протикаль, скажем, 50 километров, обоснование. Ну, если считаем, у них энергия 10, там, 20, где лишь на протоны, да, протоны, то энергия покоя 10, 9, 10 в 11 получается. Кстати, какой гамма-фактор на большом адронном коллайдере у протонов, кто знает? Вот сейчас, когда там обнаружили бозон Хиггса. У них ТЭВы или десятки, да, что ли? У них, да, там протоны, энергии 4 ТЭВа, но они сталкивающиеся кучки. А 4 ТЭВа разделяем на 1 ГФ, это получается 4 тысячи. А здесь 100 миллиардов. В природе пока что до границ природных частиц нам еще от элементов далеко. Ну, кстати, в столкновениях там важно произведение масс, поэтому в данном случае тут сталкиваются, ну, фактически покоящиеся. Да, один покоящийся, а другой налетающийся, поэтому фактически надо не 10 в 11 сравнивать, а вот на сталкивающихся с протоном в большом адронном коллайдере, если флорент-фактор там 4 тысячи, то он для покоящей частицы надо его возвести в квадрат. То есть, если бы на покоящийся протон налетала частица с энергией 4 тысячи в квадрате, флорент-фактором, тогда бы, вот, именно с средним надо сравнивать, то есть это 10 в 7 степени, а здесь 10 в 11. То есть, на самом деле, мы отстаем от природы только на 4 порядка. Ну, с той частотой, как они пролетают 10 в 11, они в графике об этом не столкнулись. Эти архиекции там, супер, это самое, были наблюдения, у которых не найдешь? Нет, нет, там слишком маленькая статистика в этих больших инерги. Ну, вот, на нижнем левом графике как раз представлено максимум излучения, которое наблюдается в центральной части широкого атмосферного ливня. И это, ну, наблюдения вот эти проводятся для того, чтобы определить, как раз состав вне галактических космических лучей, поскольку глубина проникновения, она будет разная для протонов и более тяжелых элементов, соответственно, вот здесь сравнится с протонами ядра железа. И вот наиболее удивительным фактом, который вот в лаборатории АЖ по всей месту удалось зафиксировать, то, что при увеличении энергии происходит перекос в более тяжелые частицы. Это представлено на право графиках, соответственно. Ну, это начинается с энергии, там, в 18-й, в 19-й, в 19-й, да, то есть для вне галактических. Для вне галактических, да. Ну, вот еще немного про распределение угла. Вот на верхнем левом графике представлено зависимости. Вот там показано максимальное расстояние, с которого могут прилетать космические лучи при соответствующих энергиях или больших им. Ну, вот различными линиями показано просто набор событий, которые мы регистрируем. Ну, в зеленый, это, соответственно, где-то 10% событий и вот вплоть до 90%. Ну, как видно, вот, например, то, что для энергии порядка 10, 20-й, там, они прилетают в состояние порядка 100 мегапарсек. Это, во-первых, условно... Ну, долетит на нас состояние, не больше 100 мегапарсек, иначе они их поглощают. Ну, да. То есть теряют энергии на реликтинг. Да. То есть все частицы, которых нам прилетают, они имеют расстояние меньше 100 мегапарсек. Прилетели в расстояние меньше 100 мегапарсек. Поскольку, во-первых, происходит взаимодействие с фоновым микроволновым излучением, в результате которых, опять-таки, происходит отрождение пионов. Ну, и также, конечно же, просто происходит взаимодействие с магнитными полями, отклонение в этих магнитных полях. Межгалактических. Есть анизотерапия? Анизотерапия есть? Ну, вот, немного, так сказать... Ну, да. В лаборатории АЖ были первоначальные данные. Они наблюдали анизотерапию определенную. Ну, а при дальнейшем, ну, при повторных, ну, там, после определенной корректировки, они отказались от, в общем-то, от большинства своих заявлений. Вот осталась только единственная, ну, вот, какая-то особенность вблизи, вот, кассиопея. Там наблюдался, ну, наблюдается увеличение числа частиц, ну, то есть, наблюдается скопление, вот, числа принимающих частиц, где-то в угловых размерах порядка 20 градусов. А раньше они пытались утверждать, что есть корреляция направлений прихода частиц с энергиями в районе 10-19 электронов вольт с направлениями на ядра активных галактик ближайшие. И такой корреляции, ну, с точностью, опять, до плюс-минус 20 градусов, они устанавливали, ну, скажем, для двух десятков вот этих ядер активных галактик. Но постепенно с ростом статистики оказалось, что она ненадежная. И сейчас они отказались. Поэтому, если анистропия космических лучей вне галактических, пока остается только вот связанность с анистропией, а больше нет никаких факторов. А для галактических анистропия? Ну, для галактических, ну, вот, как раз вот в графике представлено это, ну, моделирование, для, ну, с учетом различных моделей. А по наблюдениям, насколько я понимаю, то нету анистропии, ну, по галактическим и космическим лучам, а не изотропное излучение. Небольшая анистропия есть в направлении на центр галактики и антицентр. Потому что, на самом деле, сверхновые впихивают более-менее однородно по галактике, а поскольку космические лучи выходят из нашей галактики, то есть поток частей космических лучей, как бы, Солнце находится, так, скажем, далеко достаточно от центра, уже ближе к краю галактического диска. И поэтому в направлении на центр космических лучей чуть больше, чем от центра. И этот поток регистрируется, там, по-моему, 10-3 вот такая величина. Такая точность уже достигнута, чтобы утвердать, что вот эта анистропия слабая, но есть, связанная с вытеканием космических лучей из галактики. Какая-то, в всей плоскости должна быть, что это анистропия. Да, да, ну, мерить-то ее удается только на Земле, а тогда она должна быть более-менее длительной, потому что у кого тут не сильно влияет на распределение фишек сверхнового. Это же все соединяется за миллионы лет. Поэтому в низких энергиях, там, ТЭВы или десятки ТЭВ, это факт анистропии установлены. Она глобальная, как бы, связана с структурой галактики. Ну, я еще, в общем-то, хотел сказать только то, что вот если по дальнейшим наблюдениям анистропии как вне галактических космических лучей, вполне возможно, ну, изучение магнитных полей, соответствующих, ну, которые вне галактическом магнитном поле. Вот, поскольку есть определенная связь между расстояниями, характерными масштабами изменений магнитных полей и соответствующими углами отклонений. Ну, например, если магнитное поле вне галактическое, крупномасштабные неоднородности превалируют, тогда космические лучи будут отклоняться сильнее, потому что, фактически, как они вращаются, будут следовать одному гирорадиусу, один оборот. А если мелкомасштабное вне галактическом магнитное поле, тогда они будут дефундировать по случайному закону, и это более слабый закон расплывания их от источника. То есть изображение источника будет слабее расплываться, если превалируют мелкие масштабы турбулентности. В этом можно изучать как бы интегральные, характерные масштабы турбулентности вне галактических магнитных полей, наблюдая космические лучи сверхвысоких энергий от каких-то далеких источников, от тех же ядер активных галактик. Знаете, пока все в мечтах. Потому что прибора не хватает. А, приборчик, такая вот обсерватория АЖ, стоит 100 миллионов долларов, чтобы ее построить. Там, ну вот, Павел мне сказал, она состоит на большом Плато, площадью около 3000 квадратных километров, в Аргентине, на высоте 3,5... А, тысяча, по-моему... А, тысяча, другая, это херст. Да, 3,5, по-моему, тысячи метров. Установлено 1600 баков с идеально чистой водой, которые являются черенковскими детекторами. И они отставлены в среднем расстоянии между ними порядка километров. Так что широкий атмосферный длинный захватывает 3-4, может быть, несколько баков таких. И плюс еще по краям этой установки есть оптические телескопы, которые наблюдают свечение от треков азота этих атмосферных ливней. Свечение реже хорошо наблюдается, но если их одновременно понаблюдали, и свечение, и черенковское излучение, то это сильно повышает точность измерения энергии частиц, и параметр ливня, и исходные частицы легче восстановить. Но вот такие установки построены только одна, и вот сейчас в Северной Америке такая установка лучше устроится. Они все-таки довольно дорогие. Ну, ничего. Ладно, все. Еще вопросы есть? Тогда давайте. Владимир Башмаков нам в первый раз скажет немножко про физические основы механизма ускорения, ну и можно купить детали, как устроены оболочки сверхновых как ускорители космических и галактических. Сейчас, секундочку. А ты не стараешься? Я тебе очень стараюсь. Кстати, о времени существования и диффузии галактических космических лучей по галактике большую информацию получает как раз анализирует изотопный состав легких ядер, потому что они производятся нестандартные изотопы как раз за счет всплотновения с космическими лучами и времени жизни этих изотопов. Оно разное. Поэтому по времени жизни разных изотопов и разной взвешенности можно судить, сколько же космические лучи в среднем галактике существуют. Такая статистика, такой анализ был проведен. И на его основе установили как раз характерное время выхода космических лучей из галактики, причем в зависимости от энергии этих космических лучей, потому что в зависимости от энергии тоже разные изотопы по-разному производятся. А так в целом энергия космических лучей в галактике она сравнима с энергией магнитного поля в галактике и с тепловой энергией межзвездного газа.